здравствуйте сергей здравствуйте расскажите что вы представляете на данном мероприятии какую компанию может быть о себе расскажите что-нибудь меня зовут сергей мокров как уже мне представили я представляю компанию мотамул являюсь одним из основателей компании мы уже работаем несколько лет на рынке россии и только два года назад начали производить серийно свои машины это мини техника мини самосвалы у нас были только бензиновые варианты все время и давно мы слышали я интересовался моторами до юного делал какие-то заходы иногда даже пытался выйти на сотрудников но недавно это получилось и возникла остро необходимости в производстве машин на электрической тяге потому что это очень актуально это большой спектр работ на фермах на конюшнях то есть где бы мы не мы не приезжали на своих бензиновых моделях всегда спрашивали про электрические и с этим мы решили все-таки это сделать и сделали а то есть получается данный вид техники это полностью электрическая техника да абсолютно тут все не все до основной силовой агрегат электрический то есть мы заменили всю силовую установку и трансмиссию пришлось заменить потому что с нашей стороны трансмиссия это не дружило пришлось сделать она стала причем более удобно чем наша предыдущая модель бензиновая честно говоря и возлагаем на нее большие надежды по продажам и продвижению а какой двигатель здесь установлен двигателя совмещенной обмоткой очень эффективной в работе ds90 показался с наилучшей стороны мощности хватает с запасом с большим пробег вот на таком небольшом аккумуляторе стоит 2200 ватт часов больше рабочего дня он работает без зарядки заряжается два часа то есть очень удобно то есть поработали можно зарядить поехали то есть проблемы вот с работой с этим двигателем и вот с этой комбоновкой не будет у пользователя то есть фактически получается данный вариант с двигателем дуйного совмещенными обмотками славянка превосходит аналоги на двигатели внутреннего сгорания или все-таки это больше актуально для каких-то определенных условий только условия крайне севера могут остановить на аэро электрические двигатели поскольку это даже не двигатели а только аккумуляторы они там при минус каких-то больших температурах не работают хотя до минус 10 они стабильно работают то есть если это не крайне север то вот полностью можно заменить на электрическую машину а как вы видите дальнейшее возможное применение двигателей совмещенными обмотками славянка возможно ваших других продуктов у нас большие планы на эти машины мы хотим поставить навесное оборудование которое также будет работать это упростит работу с ним это и щетка подметательная и снегоотбрасыватель и может быть какая-то установка буровая то же самое то есть машины сама подвозит к ней подключается оборудование навесное которое опять же говорю очень удобно подключается на всех механических трансмиссиях это все какие-то карданы какие-то шланги может быть тяжелые и ремни здесь же просто два провода подсоединяется все работает то есть фактически из такой системы привода общая надежность и я так полагаю себестоимость уменьшается да несомненно уменьшается себестоимость если брать на комплект то да вот машина по получается по стоимости измеримо бензиновый какой-то момент даже может быть и дешевле и по удобству эксплуатации значительно превосходит ее это точно то есть дальнейшем вы все-таки планируете использовать данные двигатели и дальше конечно но это будет наша вот прям параллельно идти а может быть и вытеснит конце концов как везде происходит электрические машины вытесняют бензиновые совмещенные обмотки славянка проявили себя отлично в нашей технике спасибо вам большое за исчерпывающий комментарий но тем не менее мы с вами находимся на замечательном мероприятии это одно из самых наверное важных событий жизни электротранспорта в россии вот ваше впечатление от этого мероприятия я вот что-то говоря первый раз на мероприятии и виден масштаб производства эксплуатации электрических машин вплоть от автобусов до каких-то там самокатиков и колес одиночных то есть их радует что эти моторы можно поставить любую технику посмотреть какой ряд тут представлены и мотоциклы и вот собаки и мопеды и сани наконец то есть фактически один и тот же двигатель представлен в разной технике имеет место быть да он прикрывает все потребности практически во всех машинах сергей может быть продемонстрируете как работает данные агрегаты и что он может и может быть поподробнее технических каких-то характеристиках сколько поднимает как долго может ехать да смотрите запускает очень просто кнопочка клавиши переключения он машина активируется машина имеет два переключателя назад вперед и нейтраль и быстро медленно быстро мы не будем ездить медленно драйв и плавным нажатием на курок управления машина начинает перемещаться она везет 300 килограмм ну все ограничено только размером кузова вот сколько нагрузить только она и повезет потому что вот испытания показали что невозможно остановить эту машину выгружается она ну эта машина на тесте находится выгружаться поскольку появился электрический мотор и электрик в машине да то получается грех не поставить электроподъемник и мы это поставим раньше на выгружалась механически а теперь да теперь актуатор электрический ставим подключаем и она будет разгружаться автоматически то есть это опять же плюс то есть получается что на сегодняшний день данный вид техники был еще и протестирован разными эксплуатационными условиями или все-таки это как прототип тестовый но мы начали да она еще не серийная создала повторюсь но мы начали тестировать мы ее уже гоняли больше 8 часов на отказ она так и не остановилась то есть мы рабочий день на стенде и гоняли 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 и так не поставили аккумулятор то есть понятно что она будет работать больше запас прочности мощности хватит управляется она очень просто тут встроенный дифференциал из который тоже с позволит управляться и еще проще вот агрессивный протектор позволит ездить по переченой местности спокойно матвей добрый день добрый день собственно сегодня вы стоите с муравьем легендарным транспортом я знаю что вы оповещаете это на своем канале ю тубе может быть расскажите нашим зрителям кто вы что вы делаете что вы делаете здесь и как получилось это чудесное творение инженерии всем здравствуйте в этот воскресный день на выставке посвященную электротранспорту мы здесь собрались и показываем нашего муравья значит я по профессии мотоэксперт занимаясь подбором мотоциклов ну и как ну и вообще я мотолюбитель и люблю тюнинговать разную технику ну мы стоим около муравья это не совсем так иван мотоцикл в свое время было очень популярное транспортное средство помощник хозяйстве и продавалась она массовыми тиражами но у него проблемы это его родной двигатель их сейчас по стране тысячи в идеальном состоянии стоят у всех в гаражах в сарае но они обездвижены мы занялись изготовлением комплектов сначала бензиновых двигателей но новые совсем двигатели берем бензиновый переоборудуем их отсылаем по стране и большой интерес появился с побережья черного моря где замена муравью нет он же у нас очень маневренный очень легкий на нем можно прям хоть на берег выехать но что бензиновый родной двухтактный двигатель чадящий как самовар что четырехтактные мы даже ставим они не могут выехать на побережье соответственно обслужить ларьки и так далее и не хватает мощности нет запрет на въезд бензиновой техники просто и все то есть где люди отдыхают какие-то парковые зоны пляжи там не разрешается и соответственно обслуживать все ларьки приходится на руках там велосипедах такие рикши с педалями вот попросили нас изготовить электрический комплект и мы так сказать это реализовали почему остановились на двигатель дуинова я сейчас открою кузов вы посмотрите как здесь вообще все выглядит и так уважаемые здесь мы видим энергетическую установку двигатель дуинова до 90 с на редуктор ну он ходу уменьшитель понижает на 3 единицы передачное число и все это соединено с родной трансмиссии муравья под капотом мы сейчас рассматривать не будем бензиновый двигатель он тут не всех интересует потому что когда мы как говорится попробовали электротягу на что способен этот малыш 10 килограммовый принципе потребности в бензиновом двигателе она отпадает совсем но юридически у нас числится техника бензиновая как простоквашину как говорится брали мы корову одну отдавать тоже должны к одну корову и здесь получается у нас техника бензиновая она у нас на номерах все числится как будто она бензиновая но мы не стали трогать бензиновый двигатель пусть он там будет как говорится и сделали очень интересную схему у нас гибридный мотороллер мы можем ехать на бензине мы можем ехать только на электричестве мы можем ехать одновременно и на бензине на электричестве но к чему я подвожу почему мы остановились на дуеновском моторе он асинхронный и чтобы не мешать бензиновому двигателю при движении но он не мешает там просто два подшипника вращаются и все то есть фактически нет торможения двигателем за счет магнита соответственно перерасхода топлива и так далее всех вытекающих последствий а если бы мы использовали магнитный мотор нам бы по-любому пришлось использовать обгонные муфта это усложнение конструкции утяжеление удорожание и так далее ну соответственно на тест-драйв не дали квадрик с этим двигателем и я понял то что это этот мотор то что нужно как раз для муравья и соответственно мы собрали вот такой kit kit комплект такой комплект может приобрести абсолютно любой он встает без изменения конструкции на раму муравья то есть мы собираем комплект отправляем как раз на побережье черного моря человек получает его ставит его желание оставить бензиновый мотор либо купить у нас другой бензиновый мотор либо сэкономить не покупать мотор и взять более емкую батарею то есть получается абсолютно выбор у людей есть фактически это некий такой коммерческий проект конечно конечно это это работяга это не как говорится не игрушка это реальный помощник то есть ну и конечно после переоборудования появилась легкость в управлении техникой то есть если на бензиновом аппарате это как трактор такой у него 5 передач вперед 5 передач назад сцепление реверс редуктор то на электромоторе у нас все органы управления газ режим назад режим вперед и переключение режим эко ну он просто в эко режиме на не можно ребенка посадить он спокойно на нее сядет и поедет он не рвет так мягенько стартует очень легкий в управлении и если бы такая техника была новая изготовлена на заводе то вот этот мотор он номинальной мощности до 4 киловатт он бы дал возможность использовать эту технику без категории а ну и вообще без специальной категории это большой плюс это огромный плюс то есть вот смотрите вот этот рецикл вот так вот но легально чтобы на нем ездить надо а категорию вот из-за того что не стоит бензиновый двигатель то есть как мопед он не получает потому что бензиновый мопедовский двигатель это все дело не вытянет приходится большой мотор стоит а здесь вот это малыш малыш вот этот 90 он абсолютно обеспечивает потяги и с красным характеристикам данную технику ай были ли попытки легализовать исключительно электрическую версию то есть если мы выкинем отсюда двигатель внутреннего сгорания сделать так чтобы только один девяностик здесь стоял и при этом чтобы не нужны были никакие права но это на самом деле проще с нуля создать новую конструкцию все взять за основу муравей сделать что-то похожее чем пройти вот эту всю бумажную волокиту с переоборудованием и так далее и либо сделать как мы сделали то есть оставить двигатель он не мешает вон он стоит свои колыбельки электромотор мы ставим в общем сделать так как мы сделали на мой взгляд получилось очень даже хорошо чума аппарат огонь а где можно подробно посмотреть обзоры с этой техникой у меня есть свой канал на ю тубе там как раз 90 процентов материала посвящено тульским мотороллерам и последнее время там вот этот аппарат очень часто фигурирует и все характеристики все испытания на что он способен сколько проезжает сколько прет все да ответы на все вопросы и вы можете также в комментариях оставить свои вопросы мы с удовольствием их обработаем снимем новый ролик на все ответим есть возможность пожалуйста можно приехать на тест на тест драйв прокатиться я где-нибудь контакты свои оставлю без проблем как говорится пока не почувствуешь на себе вот эту всю ну электро тему пользу ее легкость управление ну и простота в принципе вот самое главное простота не надо быть какой-то там механиком держать механиков там чтобы это все обслуживать говорится поставил в розетку включая и все но вот отсюда возникает самый главный вопрос как вы относитесь технологии славянка в целом как вы думаете если у него будущее на мировом рынке но если я остановился на именно на этом моторе значит я в теме как я опять же все рассказал то есть минимум механизмов максимум простоты это автомат калашникова среди электродвигателей то есть ничего лишнего и притом это все едет все тянет и едет приятно очень приятно вот мы сегодня здесь были на выставке мне дали возможность прокатиться на других аппаратах они все хорошие но почему-то на двигателе дуенова есть какая-то вот такая дорогая тяга то есть она садишься допустим премиальный автомобиль то есть он начинает ехать без всяких дерганий без всего плавное нарастание и скорости и шумовое нарастание при том без потери тяги ты чувствуешь что она тянет но тяга такая ровная дорогая вот я ее называю дорогой тягой насколько я понимаю вы говорите о мотоцикле suzuki который также с двигателем до 90s на сегодняшний день ну я да я вам много протестировал мотоциклов и вот мопед suzuki вот он он стоит с таким двигателем на фоне них он конечно да эстетически он устарел но душой и сердцем он пламенный мотор у него насколько я понимаю этот мотор можно поставить и современный вариант техники и получить уже не да как как раз к нам подошли и обратились дали возможность прокатиться на этом мотоциклом как раз представителям другим кто мотоцикл и гоняет также и они заинтересованы в плане установки именно кит комплекта 90 мотора то есть он понравился именно вот на мотоцикле да ну непонятно пока не проедешь на как часто к вам обращаются сейчас потенциальные заказчики на приобретение не просто люди вот интересуются технологии спрашивают мнение но это все пока только развивается хотелось бы чтобы обращение было побольше ну как говорится время течет и нарастает много людей присматриваются опять же надо ездить дать возможность людям кататься на технике сравнить дать попользоваться чтобы они как бы вникли в тему электротранспорта а так пока это темный лес и этот темный лес также был для меня года можно так сказать два назад я также абсолютно был ну бензиновый и все какое там электричество и так далее но как бы тут и рынок требует и надо идти в ногу со временем и на данный момент если есть эти технологии надо быть как бы на шаг впереди чем все согласен с вами полностью а сегодня мы с вами находимся на одном из самых важных мероприятий в жизни электротранспорта в россии грандиозное я даже не знал что у нас в стране может настолько масштабно это все дело я думал тут так и и вот лично по моим наблюдениям этому стенду где представлена ваша техника в том числе подходит огромное количество людей не замучили ли вас вопросами ну вопросов было много ну у меня водичка есть я постоянно пью что так не сушил и как говорится тоже говорить очень много приходится но самое главное то что к нашему стенду подходит не просто мы тут говорим пожалуйста есть право есть опыт прокатись прочувствовать вот что я хочу вам донести пока на этой технике не прокатишься вы не поймете и вот и как бы люди увидят то что у нас вроде весело и поговорить можно и покататься к нам идут чего бы нет отлично спасибо большое работаем работаем а